Друзья, молния над Белым домом, спущенные флаги США, и над Капитолием тоже приспустили флаг, и Fox News и другие медиа активно обсуждают, ожив ли Джо Байден. Вообще, то, что начали распространяться слухи о смерти Байдена, за последние несколько суток сообщили практически все американские медиа. Это почему-то становится циркулирующим о том, что сейчас в Америке происходят слухи о том, что Джо Байден, возможно, мертв. Источником этих слухов является то, что, в принципе, Байден не появлялся на публике достаточно долгое время, не сделал заявление о том, что он уходит. Все это было подано в письменном виде, и, конечно же, это все породило огромнейшие конспирологические слухи о его состоянии здоровья, которые вынуждены были оправдывать или нет. Личный врач Джо Байдена, Белый дом. Но сейчас мы с вами обсудим всю эту конспирологию, всю информацию, которую удалось нам по крупицам собрать. Все эксклюзивные фото, видео, документы, комментарии. Прошу вас, друзья, поставьте лайк этому видео. Я, Дарья, и счастливая. Напишите в комментариях, откуда вы нас смотрите. И что вы думаете об этой конспирологии Fox News, о том, что Джо Байден, возможно, не жив. Напишите это внизу. Лайк, комментарий, подписка приветствуется. И мы начинаем. Друзья, апогеем всего происходящего. Это сегодняшняя утренняя новость. Друзья, это американские медиа. Breaking flags at Capitol are at half mass. Джо Байден has passed away. Друзья, это сегодня распространялось в паблисити и в медиа. Вот эти два флага. Над Капитолием приспустили флаг, из-за чего начали распространяться слухи о смерти Байдена. Но на самом деле и не только над Капитолием, но и над Белым домом спущены флаги США, судя по онлайн-трансляции с камер наблюдения. Что происходит? Президент США не появлялся на публике после заявления о выходе из предвыборной гонки. Поэтому американцы стали требовать, и это не шутки, доказательства жизни хозяина Белого дома. Об этом заявили ведущие телеканала Fox News. Друзья, об этом они заявили. И, значит, отметила ведущая Дана Перина. За последнюю неделю нет ни одного фото или видео, которые доказывали бы, что Байден по-прежнему жив. Я надеюсь, с ним все в порядке, но можно простить людей за то, что они задаются таким вопросом. Покажите доказательства жизни, пожалуйста, сказала она в эфире американского телевидения. Где Джо Байден? Это вопрос топ номер один среди пользователей Твиттера, он же Икс в США. Это касается той истерии, которую на самом деле сегодня подогревают республиканцы своими заявлениями о смерти Джо Байдена. Друзья, напишите в комментариях, что вы об этом думаете, потому что это очень интересно. Более того, сейчас вам сделают скриншот, который я подготовила. Требуют к концу понедельника, а сегодня уже вторник, доказательства того, что президент США Байден жив. Такое заявление сделала конгресс-вумена республиканцев Роберт. Тем временем в Белом доме на фоне спекуляции о смерти Байдена заявили, что президент США в виртуальном формате проводил встречи в понедельник с чиновниками по нацбезопасности США. Вот эти заявления Лорен Байден, эти угрозы, чтобы появились доказательства жизни Джо Байдена. Давайте посмотрим эти заявления просто сейчас. Друзья, вот эти заявления, я требую доказательства жизни от Джо Байдена сегодня до пяти часов вечера. Ему нужно встать перед камерой и обсудить, знает ли он, что он выбыл из президентской гонки. Значит, то, что вы сейчас делаете, то, что вы скрываете, это абсолютно невозможно, заявляет Лорен Боберт. То есть до 17.00. Далее, опять-таки, я требую доказательств того, что Джо Байден жив. Это все на сегодняшний момент организовывают и лоббируют республиканцы. Опять же, Жордана Перина, Fox News были одни из первых, кто распустили слухи о том, что, по сути, Джо Байден, возможно, сейчас в очень плохом состоянии здоровья. Давайте вспомним, что 21 июля Байден сделал официальное заявление о выходе из президентской гонки. Сделал он это не публично, не медийно, не на камеру. Это все было в текстовом варианте. В своем обращении он призвал американцев поддержать вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демократической партии. Ранее все сообщали о том, что Байден заболел коронавирусом. И вот именно то, что он заболел коронавирусом, все аналитики, в том числе Сергей Жирнов, говорили, что это есть первый мостик, первый шарочек к тому, чтобы объявить, что Байден снимается с президентской гонки. Сделать это красиво. Значит, что происходит далее? Далее Белый дом начинает оправдываться. Вот, если я не ошибаюсь, одно из последних заявлений Белого дома, конкретно врача, о том, что Байден жив-здоров, он выздоровел, возвращается к работе в овальный кабинет после ковида. Это первое заявление Белого дома. Это заявление, по данным СМИ, президент США намерен поддержать Харри в сведении предвыборной кампании. Симптомы ковида президента Байдена почти полностью прошли. И он продолжает выполнять все свои президентские обязанности. Заявление от доктора Кевина О'Коннора, врача президента. Ну, а теперь относительно того, что над Капитолием и над Белым домом были спущены флаги США. Это было связано отнюдь не с кончиной Байдена, и все это прекрасно понимают. На самом деле флаг был приспущен по случаю смерти конгрессвумен Шейлы Джексон Ли. Вот эта прекрасная шикарная дама, царствие ей небесное. Именно с этим было связано то, что над Белым домом и над Капитолием приспустили флаг. И, в принципе, вот это же все пытались объяснить, что только флаги на Капитолии наполовину, вот видите, это обычная практика, когда умирают член конгресса. Умерла член конгресса Шейлы Джексон Ли. Вот, в принципе, видео с прямого эфира Келли Брейди. Полное видео. Тоже сделали тут же заявление. Поэтому никакой конспирологии на эту тему нет. Но действительно вопрос очень странный, почему Джо Байден не сделал заявление публичное. Это первое заявление. Почему Белому дому нужно оправдывать состояние здоровья Байдена, о том, что Байден прошел врачей. Зачем это все происходит, вы напишите в комментариях у себя. Почему Байден публично не вышел и не представил Камалу Харрис? Почему это все делается вот в таком вот текстовом письменном виде? Твиттеры, да, тексты прямые Белого дома. Почему не сделать это на камеру? И опять же, это на сегодняшний момент дает возможность всем республиканцам спекулировать на эту тему. Давайте вспомним спикера Джонсона, который вообще сделал заявление, что в связи с тем, что Байден принял решение сняться с президентской гонки, он должен и прекратить свои президентские полномочия и передать их Камалу Харрис. На самом деле, опять же, Белый дом сделал тоже скоропостиженное заявление о том, что Байден не будет снимать свои президентские полномочия и передавать их кому-либо и будет до конца президента, ну, то есть до его президентского срока в должности президента Соединенных Штатов Америки. Ну, а Камалу Харрис начинает свою президентскую гонку борьбы с Трампом. Тут очень много интересных заявлений уже есть. Я бы хотела, чтобы мы на этом с вами остановились. О, еще один важный момент, друзья. Байден передал свои полномочия по закону поддержки Украины глава Минфина и Госдепа США. Закон, ранее принятый в Штатах, предусматривает возможность конфисковать замороженные российские активы на восстановление Украины, и Байден сделал это. Ну, а теперь, друзья, прошу вас написать в комментариях, что вы думаете о конспирологии по поводу состояния здоровья Джо Байдена, кто бенефициар, зачем это все происходит, и самое главное, есть ли в этой конспирологии некое рациональное зерно. Здесь очень интересно услышать ваше мнение. Напишите, пожалуйста, его в комментариях, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой YouTube-канал «Дашь счастливая». Мы дверимся к 200 тысячам подписчиков, сделаем это вместе, друзья. Ну, а теперь, конечно же, самое интересное – это вот видео, то, что компания Камал Харрис установила новый рекорд фандрайзинга. Это, друзья, замечательная новость. 81 миллион всего лишь за сутки. Давайте посмотрим видео радости Камал Харрис. Субтитры сделал DimaTorzok Это яркая, харизматичная женщина с шикарным смехом, шикарной улыбкой собрала всего лишь за сутки, друзья, 81 миллион долларов у доноров и спонсоров. Это новый рекорд фандрайзинга. И безусловно, что вы знаете о том, что Камал Харрис будет иметь доступ также к 50-миллионному счету, который люди донатили, спонсоры нам Джо Байден. У него будет огромный, обильный ресурс для того, чтобы бороться против Дональда Трампа. Ну а Трамп в своей соответствующей хамской манере объявил, что не будет дебатировать с Камалой Харрис. Это заявил писатель Стивен Кинг. Сегодня мы прочитали это все в Европе. Но тут очень важный момент, что многие пишут, что это дезинформация. Пока что прямых, в принципе, кроме хамства в адрес Камалой Харрис заявлений Дональда Трампа нет. Но Стивен Кинг сделал такое заявление, что Трамп не будет дебатировать с Камалой Харрис. Конечно же, мое мнение, это ошибка для Трампа, потому что в любом случае он покажет себя слабым, слабаком. Это так мягко, интеллигентно выражаясь. Наверняка, что Камалой Харрис будет использовать свой профессиональный бэкграунд для подавления Трампа. Как сказал Сергей Жирнов, мне в эфире посмотрите наш яркий стрим на моем YouTube-канале вчерашний. О том, что, в принципе, чем жестче, агрессивнее, неприятнее хамовите будет Дональд Трамп, тем выигрышной позицией будет Камалой Харрис. Кстати, политтехнологи давали совет Трампу перед выборами, перед дебатами с Байденом, чтобы он мало говорил, был немногословен. И, наверное, стратегия Камала Харриса и Дональда Трампа должна быть на дебатах такой же. Они оба, по советам политтехнологов, должны будут говорить мало, спокойно, вежливо, интеллигентно, для того, чтобы создать приятные впечатления. Посмотрим, насколько это получится у Трампа, быть вежливым и интеллигентным. Потому что Дональд Трамп, знаете, это, как говорится, на контрасте с фразой, что Камалу Харрис собрала рекордные донаты на свою президентскую кампанию. Значит, злая и тупая. Именно так Трамп описал Камалу Харрис. Есть два слова, чтобы описать Камалу Харрис. Прошу прощения, это цитата. Злая и тупая. Это плохое сочетание, сказал Дональд Трамп о своей потенциальной сопернице в президентской гонке в интервью The Post. И это все, что надо знать. Вот, кстати, это интервью, вот эта цитата New York Post. Это все, что нужно знать о Дональде Трампе. Мне вот интересно, как интеллигентные американские женщины оценят унижения, которыми будет подвергать Камалу Харрис Дональд Трамп. И не убавится ли от этого, в принципе, у Дональда Трампа избирателей после такого хамского поведения. Тоже интересный момент, который я оставила, в том числе, как вишенка на торте. Но мы дадим его сейчас для небольшой разгрузки. Симпсоны предсказали победу Камалу Харрис на выборах. В эпизоде Bard to the Future 2000 года Лиза Симпсон становится президентом США в 2030 году. Лиза одета так же, как Камалу Харрис. Вот этот фрагмент. И, конечно же, вступила в гонку борьбы с Дональдом Трампом. Тут очень интересная позиция у бывшего президента США Барака Обамы. Он против выдвижения Камалы Харрис. Это такая, знаете, небольшая такая чревоточина в президентской гонке среди демократов. Мы так понимаем, что он делает ставку на свою супругу Мишель Обама. Он считает, что еще ничего не предопределено, что все еще может измениться. И давайте вспомним о том, что кандидатов президента США, демократов, изберут до 7 августа, сообщает New York Times. По данным СМИ, это произойдет путем онлайн-голосования. К слову, кандидат на должность виз-президент также может быть выдвинут до этой даты. Друзья, вот феноменальная обложка Time. Давайте вспомним, что до, точнее сразу же после дебата в США, вышла обложка Time, которая справа, которая называется «Паника». Байден уходит. Ну а сразу после заявления Джо Байдена о том, что он снимается с президентских гонок и рекомендует проголосовать за Камалу Харрис, появилась новая обложка издания Time, когда Камала Харрис уверенно входит в центр, в зал, в освещенное пятно одного из самых известных в мире журналов Time. То есть на сцену. Камала Харрис уверенно входит на сцену. И тут, конечно, важный и интересный момент, это то, что, уважаемые друзья, Камала Харрис получила достаточно голосов от демократов, чтобы стать кандидатом в президенты от своей партии. А это опрос «Асшетит пресс», то есть 7 августа. По данным опроса среди делегатов, запланированного на август партийного съезда, к вечеру 23 июля Харрис имела поддержку 2668 делегатов. Хотя для победы в первом туре праймерис-вецепрезидентке хватило бы всего лишь 1976 голосов, а у нее уверенные 2668 делегатов. И 81 миллион долларов за первые 24 часа своей кампании. Это новый блестящий рекорд. Деньги пришли от 888 тысяч человек. Вот это уровень поддержки. Для 60% из которых это вообще было первое пожертвование в избирательном цикле 2024 года. Суть новости не только в крупной сумме, а еще в том, что выдвижение Камалы вызвало большой энтузиазм среди демократов. Для тех пристрастных, кто убежден, что Камала будет хуже Байдена, в частности нерешительной и несмышленной во внешней политике, «Поймите один момент», пишут медиа. Ее советник, кстати, это тоже очень интересно, что меня порадовало, друзья. Это тоже такая новая изюминка. И тут прошу вашей поддержки. Напишите в комментариях, что думаете. Советник Камалы Харрис, в отличие от Салливана, советника Джо Байдена, советник по имени Насбезопасности, Филипп Бордон. Ястреб, вот мужчина у справа, с антироссийской и антикитайской позицией, друзья. С антироссийской и антикитайской. Просто антипод Салливана. И настолько сильно, что такую трудно найти у других. Этот человек, Филипп Гордон, желающий решительности и реального сдерживания и способный это сделать, он до сих пор сердится и критикует администрацию Обамы, что она, например, не уничтожила осаду в Сирии 10 лет назад и не провела красную линию для России. Поэтому, как только Харрис победит, он станет советником по нацбезопасности и заменит нерешительного советника Байдена Салливана. И это, друзья, для нас, для Украины большой успех. И на самом деле, мне кажется, что это очень важный момент. Ну а теперь, относительно Кремлевских болот. Там происходит сейчас, конечно, войн. Они в шоке от того, что Камала Харрис стала кандидатом в президенты. Они в шоке, что она собрала рекордное количество денег в первые сутки. И они тут же рассказали о том, что она ненормальная, что у нее ненормальный смех. В общем, что она ужасная женщина. Давайте просмотрим фрагмент ролика, где в традиционной пропагандистской, пропутинской манере происходит унижение президентов, вице-президентов Соединенных Штатов Америки. Смотрим, друзья. Президент Байден одобрил кандидатуру вице-президента Камала Харрис быть кандидатом в президенты от демократов в этом году. Друзья, здесь небольшой акту. У Камалы Харрис блестящий, искренний, теплый, светлый смех красивой женщины. Смех настоящего, да, приятного политика. Она живая. И этот смех, который вы только что видите, используется российская пропаганда против Камалы Харрис, называя ее ненормальной. Кстати, Дональд Трамп, Такер Карлсон и российская пропаганда, все они как один говорят об этом, цитирую их, ненормальном смехе Камала Харрис. Вот посмотрите на этот блестящий смех и напишите в комментариях, действительно ли он ненормальный. Мне вот интересно ваше мнение. Что вы думаете об этом ужасе российской пропаганды? Компания Харрис набрала обороты еще накануне. Несколько крупных встреч с донорами партии за закрытыми дверьми, предвыборные митинги, блеклые, но уже самостоятельные. Только вчера мы видели все по телевизору, и это помимо всего остального. Мы что-то знаем и чего-то не знаем на основании того, что мы только что увидели. А если мы чего-то не видели, это не значит, что этого нет. Сейчас американцы ждут, что 81-летний лидер выйдет к телекамерам и сам объяснит им ситуацию. Вот что сказал он про Камалу. Как только мы вернем тебе Белый дом и отберем его у продажного Джои Камалы, я зову ее Хохотушка Камала. Вы слышали, как она смеется? Она сумасшедшая. По смеху человеку можно многое сказать. Она ненормальная. На всю голову. Пор хобби. Пор хобби. Так вот, это веселушка-хохотушка. Но в любом случае, мы на дебатах хотя бы увидим знаменитые ораторские приемы Камалы Харрис, которые уже вошли в историю. То, что, может быть, не отягощено тем, что было. То есть, это же главное, чем Камала вошла в историю ораторского искусства. Мы просто обязаны это напомнить. Могу представить, что то, что может быть, не отягощено тем, что было. Понимаешь? Что может быть? Мы можем так пару часов этой фразы. Камала с ядерной кнопкой, это хуже, чем обезьяна с гранатой. Да, на него... Бумажка, которую приклеили к экрану, так сказать, по ту сторону. Обратите внимание, опять унижение, опять расизм, опять оскорбление. То есть, Камала Харрис – это, значит, обезьяна с гранатой. Вы понимаете, какой этот расизм, шовинизм, оскорбление вообще, нацизм Российской Федерации. В принципе, они считают себя самой великой нацией. Все остальные убогие, ужасные, обезьяны, значит, и так далее и тому подобное. Вообще, понимаете уровень развития этой страны? Вообще, что нужно сделать с Российской Федерацией, что нужно сделать с этими людьми, которые считают себя выше всех? Вообще, я считаю, что только фрагментация России, ее разделение и полное законсервирование этого государства поможет этой нации в течение десятилетий, варя в собственном соку, искупая свою вину, полностью изолировать их от внешнего мира. Разделить и изолировать, потому что иначе они вообще не пройдут никакого абсолютно периода искупления своей вины и осознавание, какой страшной нацией является вот этот вот россиянин. Но океаном в виде заявления Байдена, Байденом не писалось. Это знают все. Единственное, о чем сейчас гадают, он читал это или не читал. Кстати, дед с утра просыпается, ему говорят, а ты уже не баллотируешься. И дед так, минуточку, да, как не баллотируешься? А вы понимаете, что ровно это сейчас и происходит, что люди, ну, там, я не знаю, широкая аудитория воспринимает это, так сказать, просто, ну, как бы, как новость, да, как свершившийся факт, а эксперты задаются вопросом, а Байден вообще читал то, что ему атрибутировано, или я даже не знаю, какой глагол в данном случае, так сказать, использовать, то, что ему приписывается. Очевидно, что это уже официальное решение, которое размещено таковым на сайтах американских госструктур, но здесь же есть еще вопрос, а он это читал? Ему это хотя бы хорошо, ему это зачитали перед тем, как опубликовать. То есть на что намекает российская кремлевская пропаганда? Что Байден вообще не в курсе, что он снят в президентской волне. Вот это то, о чем говорит она, и, кстати, то, на что намекают республиканцы, то, на что говорили в том числе и ведущие Fox News, а Байден вообще в курсе, что он снят с гонки, а у Байдена со здоровьем все отлично, ну, и теперь сложите 2 плюс 2, 4 и просто проанализируйте эту ситуацию. Далее, вот просто, чтобы вы понимали, далее реакция кремля на решение Байдена выйти из президентской волны. Вы только что увидели реакцию пропаганды, тоже равно Кремль. Ну, а теперь официальное. Речь идет об избирательной кампании США, это не наше внутреннее дело. Ха-ха-ха, трижды раз, ха-ха-ха, как они фальсифицировали все выборы в США, последние, да, и что они пытались сделать, тоже трижды ха-ха-ха. Значит, это не наше внутреннее дело, это не может быть приоритетной темой для нашей повестки дня. То-то и мы заметили, как вы тут же, как говорится, стали везде писать, говорить и выдавать эту тему. В Кремле внимательно отслеживают ход развития событий в США, как и ход развития событий во всех других крупных странах мира. Оценка действий Байдена должна заботиться американских избирателей, но почему-то заботит вас, россияне. Для нас очень важно будущее российско-американских отношений, тоже трижды ха-ха, которые переживают наихудший период в их истории. Главное для нас – это наши заботы и достижение целей СВО. Самое главное, конечно же, для России – это достижение целей СВО. Нацизм, расшизм, как вам говорится, в действии. Друзья, финализируя этот блок, Байден делегировал свои полномочия по поддержке Украины главами Минфина и ГОСТЭПа США. Байден не собирается уходить в отставку. Камала Харрис набрала необходимое количество голосов для выдвижения на пост президента. Ее штаб собрал 81 миллион долларов за сутки. Трамп заявил, что он не будет участвовать в дебатах с Харрис, об этом сообщил Стивен Кинг. По нашим сведениям, заявление не соответствует действительности. На Белом Думе приспущен флаг, но причина – смерть конгрессвумен, а не Джо Байдена. Ну и сам Байден, как утверждается, идет на поправку. Его врач показал справку публично. И финализируя, я бы хотела, чтобы вы поняли, и это очень важно для Украины, поддержка Украины и противостояние с Путиным. Чего ждать Кремлю от Камалы Харрис? Это будут финальные тезисы. При Камале Харрис США, вероятно, продолжат оказывать военную помощь Украине и будут дальше противопоставить России, пишут «Политика», «Роутерс» и «НБС Ньюс». Харрис – сторонница поддержки Киева, о чем говорят ее выступления на Мюнхенской безопасности, конференции по безопасности, в феврале и саммите мира в Швейцарии. В Мюнхене она призывала продолжить противостоять России и авторитарному имперцу Путину. В Швейцарии она пообещала Киеву полную поддержку США по достижению справедливого и прочного мира. «Агрессия России – это больше, чем просто атака на жизнь и свободу народа Украины», заявила Харрис лидером ста стран и организаций на саммите в Швейцарии. Дональда Трампа Харрис обвиняла в том, что он стал единственным президентом США, который склонился перед российским диктатором. Харрис также возложила ответственность на российские власти за смерть Алексея Навального. В феврале она встречалась с Юлией Навальной, а затем написала сопроводительную статью к тексту, а не в журнале «Тайм». При этом у Харрис нет большого опыта во внешней политике и обороне. В этих вопросах она опирается на оценки своих советников, сказал политикой чиновник Пентагона и НАТО Джим Таунсон. Советник Харрис по нацбезопасности Филипп Гордон, работающий в администрациях Обама и Билла Клинтона, замсоветника Ребекка Лисснер, которая ранее работала в Совете нацбезопасности США, где курировала разработку стратегии нацбезопасности, отмечают политики. Таунсон назвал Гордона и Лисснер традиционалистами и интернационалистами. Их взгляды хорошо бы вписались в президентство Клинтона или Обамы. Они являются сторонниками международного порядка, основанного на правилах, установленных после Второй мировой войны. Позиция Харрис контрастирует с позицией Трампа. Он неоднократно заявлял, что в случае избрания остановит войну в Украине. В апреле Вашингтон-Пост утверждал, что он в частном порядке допускал давление на Киев с целью убедиться уступить Крым и Донбасс. Ройтерс писал, что советники представителей Трампа представили ему план прекращения войны в Украине. Согласно ему, США сообщают Киеву, что поставки оружия продолжаются только в случае вступления в мирные переговоры. Во время дебатов с Байденом в июне Трамп назвал неприемлемыми условия Путина, который включает в себя уступку России четырех регионов. Друзья, самая главная проблема Дональда Трампа является его непредсказуемость и его зависимость от России. Какой будет Камала Харрис, покажет время. Мы с вами благодарим вас за то, что вы со мной. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на мой YouTube-канал «Да счастливо!» И, конечно же, напишите в комментариях, что вы думаете об этом, что вы думаете о последней информации вокруг Белого дома, Байдена, Камалы Харриса, Трампа. И напишите несколько теплых слов в поддержку Украины. Друзья, слава Украине! Героям слава! Мы проможем! Субтитры создавал DimaTorzok